Декоратор Здравствуйте! С вами снова я, Александр Шевчук. И на этом уроке мы рассмотрим девятый паттерн, который называется декоратор. Простой, очень простой паттерн. И традиционно мы с вами начнем с рассмотрения, я не сказал бы, что это жизненная метафора, но метафора. Начнем рассмотрение с метафоры. Я думаю, что всем хорошо известен этот сказочный персонаж, которого вы видите на слайде. Это Карлсон, который живет на крыше какого-то стокгольмского дома. Ну и летает в гости к малышу из семьи с Фантесом. Если мне не изменяет память. Так вот, почему мы выбрали Карлсона в качестве элемента метафора? Очень просто. Представьте себе ситуацию. Просыпается Карлсон у себя в своем домике на крыше. Он лежит в постели. Рядышком на стульчике лежит его комбинезон и внизу пропеллер. Там где-нибудь в коробочке. Он встает с кровати, одевает на себя комбинезон и сверху, как рюкзак, одевает на себя пропеллер. Ну условимся, что он пропеллер одевает именно вот так, как рюкзак, поверх комбинезона. Мы же не думаем, что мы еще поговорим об этом. Так вот, встает Карлсон, одевает комбинезон, сверху на комбинезон одевает пропеллер. Обратите внимание, пропеллер не касается тела Карлсона, он касается комбинезона. Комбинезон касается тела Карлсона. Мы скажем так, что пропеллер ссылается или знает о комбинезоне, комбинезон знает о Карлсоне. Если мы захотим программно смоделировать такую ситуацию, то, что я вам сказал, Карлсон, его комбинезон и пропеллер. На Карлсон одеваем комбинезон, на комбинезон одеваем пропеллер. Получается, что пропеллер ссылается на комбинезон, комбинезон ссылается на Карлсон. Если вы попробуете сделать обратное, то вы допустите, так сказать, логическую ошибку. Потому что в данном случае движущая сила пропеллера лямками тянет комбинезон, условно, он не касается тела Карлсона, а комбинезон уже тянет воздух тела Карлсона. Если мы сделаем наоборот, что Карлсон ссылается на комбинезон, а комбинезон на пропеллер, как нам хотелось бы многим сделать, то тогда получается, что движущая сила Карлсона тянет за собой комбинезон, а комбинезон тянет за собой пропеллер. что было бы конечно аллогично условились да то есть вот три вот этих элементов я думаю что это очень не очень просто сделать реализовать такой пример вы создадите карлсона создадите комбинезон класс создадите класс пропеллер ну и для того чтобы друг на друга они слались вы соответственно создадите соответствующие соответствующие поля и у вас получится вот такая цепочка можно делать различные вариации мы сейчас посмотрим посмотрим как же эту ситуацию карлсон в комбинезоне и поверх комбинезона пропеллер можно представить программу но также хотелось бы посмотреть еще на один интересный слайд это так вспомогательный слайд я вот обнаружил на одном авиационном форуме это не конечно не относится к уроку я не могу с вами не поделиться возможно заговорили о карлсоне нашел на одном из на одном из авиационных форумов вот такую дискуссию а все таких действительно ли мог бы летать карлсон то есть в той конфигурации в которой в общем-то присутствовал у него то есть только один пропеллер и вот достаточно серьезные специалисты то есть ну как серьезно уже инженеры как раз вот и спорили на эту тему вот как вы видите они там предлагали разные так сказать разные разные варианты организации динамики полета карлсона и собственно так сказать организации самого движителя и двигателя как же происходит вот это движение потому вы вот здесь уже по ключевым словам можете даже и найти этот форум если вам интересно и можете можете посмотреть но конечно не думаю что все так печально потому что вот например здесь ну если я так немножко имею отношение к авиации уже не стал ничего на форуме писать конечно было бы хорошо чтобы здесь тоже организовать как-то изменяемый вектор тяги все-таки помните потому что реактивная строя куда идет то она идет прямо и движение будет собственно прямолинейно вот было бы хорошо как вот на мигах организовать двигатели с изменяемым вектором тяги видели там такие лопасти на соплах которые собственно реактивной струей управляет движением ну и я думаю что стандартными нелинейными дифференциальными системы нелинейных дифференциальных управлений конечно сложно описать полет карлсона и думаю что это такое неблагодарное занятие здесь скорее всего нам понадобится уравнение полтергейста персонаж то сказочный ну хорошо а мы вернемся к обсуждению карлсона дальше то есть это не относится к так вот хотелось бы обратить ваше внимание еще на несколько моментов давайте порассуждаем теперь что такое комбинезон это состояние карлсона состояние карлсона что такое пропеллер это его поведение он собственно как-то его перемещает пространстве то есть позволяет ему добавлять ему динамики комбинезон то ничего с ним не сделать статическая сущность значит мы видим что мы собственно можем взять карлсона и если выдастся допустим там жаркое шведское утро то карлсон собственно не будет одевать комбинезон а полетит только в одних шортах скажем так или в пижаме да и оденет на себя пропеллер чтобы не вспотеть скажем тогда то есть смотрите а если карлсон пойдет на свидание с фракенбок может быть ему отстегнуть пропеллер и пойти просто в комбинезоне ну зачем уже будет мешать в ресторане сидеть и опираться смотрите то есть получается что благодаря вот такой жизненной схеме что люди могут на себя что-то одевать снимать мы добиваемся того что объект динамически может изменять свое состояние и поведение